Как укоренить розу из букета в домашних условиях? Наверняка большинство женщин хоть раз в жизни задумывались над тем, чтобы выращивать розу из букета. Цветоводы давно изобрели вполне действенные варианты размножения понравившихся цветов, полученных в подарок. Зная их, можно сохранить живую память в виде растения в горшке у себя на окне или в саду. Укоренение букетных роз. Для укоренения розы из букета в домашних условиях используется ряд методов черенкования, при которых часть стебля становится полноценным саженцем. При правильном проведении процедур такой черенок не будет уступать магазинному посадочному материалу. Букет роз. Размножить можно далеко не любую розу. Выбранный экземпляр должен быть произведен как можно ближе к месту покупки. Это дает надежду, что цветок подвергся минимальной химической обработке с целью сохранения товарного вида. Цветы, используемые для укоренения, должны быть свежими. Прорастить розу из пожухшего букета, чтобы добро не пропадало, не получится. Помимо близости региона выращивания и максимальной свежести, существует ряд других факторов, которые могут препятствовать размножению. Розы из букета. Предпочтительно начавшие одревесневать стебли, а не слишком молодые или напротив перезрелые черешки. На черешках должны присутствовать почки и живые листочки. Роза должна находиться в вазе без смены воды не более суток. Желательно осуществлять манипуляции с цветами, срезанными в весенний-летний период. Проращивание осенью и зимой редко приводит к успеху. Также специалисты говорят, что имеет значение цвет розы лучше, если она будет красной или розовой. Желтые и оранжевые разновидности будут укореняться хуже, а размножить растения с бутонами белого цвета – самая трудная задача. Черенкование букетных роз. Каждый может научиться, как укоренить розу из букета в домашних условиях. Для начала нужно освоить технику черенкования цветов и, выбрав наиболее доступный метод, укоренить полученные отрезки стеблей. Укоренение роз. Для того, чтобы должным образом черенковать букетные розы, требуется выполнить следующую процедуру. Взять остро оточенный нож или секатор. Продезинфицировать инструмент. Удалить цветки. Нарезать стебли на черенки в 15 сантиметрах так, чтобы срез под нижней почкой был косым, а над верхней – ровно горизонтальным. В итоге должно остаться по 2-3 почки, которые станут новыми побегами. Листья, расположенные в верхней части черенка, укоротить на третью часть, а нижняя – удалить совсем. Способы укоренения. После того, как черенки роз из букета заготовлены, рассадить их не составит труда. Укоренять их можно сразу в грунте. Существуют также способы добиться образования корней через выдерживание в воде, в картофеле, с помощью алоэ и даже используя такой материал, как газета. Способы укоренения. Укоренение в воде. Это довольно простой и нетрудоемкий метод проращивания и размножения кустовых роз. Используя его, черенок опускают заостренным концом в воду, куда был добавлен толченый древесный уголь. Заменясь в воду следует дважды в сутки на протяжении примерно месяца, пока появившиеся корни не станут в достаточной степени сильными. И подготовленными к высаживанию на постоянное место. Укоренение черенков в земле. Саженец с крепкими корнями можно получить именно этим способом, так как условия выращивания приближены к естественным. Пошаговая последовательность будет такова. Берут пластиковые стаканчики или горшочки объемом в ноле целых пяти десятых литра. Тару промывают и протирают раствором марганцовки, после чего тщательно просушивают. В каждую посадочную емкость насыпают дренирующий слой, подходящий грунт, покупной или составленный самостоятельно из листовой земли, перегноя и песка. В почве проделывают пальцем неглубокие ямки, в которые помещают черенки. При этом верхняя почка должна оказаться выше уровня грунта. Слой земли утрамбовывают руками и поливают. Черенки накрывают стеклянными банками. Контейнеры с высаженными черенками устанавливают в помещении, где дневная температура держится на уровне 25 градусов, а ночью не падает ниже 18 градусов. Освещение должно быть ярким, но от прямых солнечных лучей саженцы лучше притянить. Сквозняков быть не должно. Черенки регулярно поливают и проводят проветривание. Укоренение с использованием картофеля. Размножение в клубнях картофеля дает возможность обеспечить черенки необходимыми питательными веществами. Для этого отбираются крепкие клубни без признаков болезни или других повреждений. Картофель промывают, ополаскивают марганцем и сушат. В картошке протыкают глубокие отверстия, в которые вставляют черенки. После этого клубни помещают в грунт и прикапывают. Для справки, процесс укоренения розовых черенков в картофеле становится все более популярным, так как отличается простотой. Процесс размножения. Использование стимуляторов роста. Какой бы ни был выбран способ укоренения, для большей эффективности процедуры. Рекомендуется обработать каждый из черенков стимулятором роста. Использовать лучше магазинные препараты, хорошо себя показавшие. К таким можно отнести гетероуксин, ипин, корневин. Разводят любой из приведенных здесь составов строго в соответствии с инструкцией к препарату. Черенки опускают в раствор примерно на 1 дробь 3 и держат в нем около 6 часов. Дальнейший уход за посаженными черенками. После того, как черенки нарастят корни, их продолжают содержать в условиях квартиры. Пересадить в открытый грунт молодые растения можно будет только тогда, когда минует угроза заморозков и температурный показатель установится. На отметке выше 0 градусов. Когда и как сажать черенки букетных роз в открытый грунт. Наиболее подходящим временем для перемещения в грунт укоренившихся черенков считается поздняя весна, когда минуют последние заморозки. Участок для посадки роз выбирают защищенный от порывов ветра и достаточно освещенный. Лучше, если это будет возвышенность, где грунтовые воды не достают до корней. Посадочную яму подготавливают по диаметру, превышающему размер корневой системы. На дно ее засыпают слой дренажа и заполняют питательной почвой. Можно также всыпать минеральные подкормки для цветковых культур. Побеги делают немного короче, если они успели нарастить больше четырех почек. Завершив посадку, растения поливают и мульчируют. Важно! На первых порах после посадки розы укрывают от прямых солнечных лучей. Спустя пару недель растение привыкнет к новому месту и начнет разрастаться. Можно подкормить цветок слабым раствором коровика или настоем трав. На первом году жизни растению лучше не давать цвести, удаляя бутоны, чтобы молодая роза могла окрепнуть. К зимнему периоду каждый куст укрывают слоем мульчи и нетканым полотном. Пересадка укоренившихся растений. Коротко о разведении розы дома. Узнав, как разводить розы в домашних условиях, следует ознакомиться с обычными для этой культуры требованиями по уходу. Пересыхание. Почва или избыточное увлажнение пагубно сказывается на розах, поэтому полив должен быть регулярным, но умеренным. В летнее время увлажнение должно быть обильнее, чем в другие сезоны. Испарение в комнатных условиях происходит быстрее, поэтому подкормка должна проводиться чаще, чем для грунтовых роз. Раз в две недели следует поочередно вносить органику и минералы. Нельзя подкармливать больное или пораженное вредителями растения. В период цветения необходимо удалять отсветшие бутоны. Перед наступлением зимы стебли нужно укоротить до 10 сантиметров, оставив на побегах не более пяти почек. Описанные методы помогают размножать розовые кусты у себя дома. Правильно выполняя требования по уходу, можно обзавестись отличным посадочным материалом в достаточном количестве и вырастить из букетных цветов новые роскошные экземпляры. Продолжение следует...